Игнать Тихонович, молитесь. 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 Игнать Твое. Игнать Тихонович, молитесь. Игнать Тихонович, молитесь. Игнать Тихонович, молитесь. Игнать Твое. Игнать Твое. Игнать Твое. Игнать Твое. Игнать Твое. Игнать Твое. Ибо превыше небес милость Твоя, и до облаков истина Твоя. Будь превознесен выше небес Божия. Над всей землей да будет слава Твоя. Дабы избавились возлюбленные Твои. Спаси десницы Твои и услышь меня. Бог сказал в освятилище Своем, восторжествую, разделю сихе и долину сахов в размере. Мой Галат, мой Манасия, Ефрем крепость главы моей, Иуда, скипетр мой, Маав, умывальная чаша моя, на Идома простру сапог мой, над землей филистинскую восклицать буду. Кто введет меня в укрепленный город, кто доведет меня до Идома? Не ты ли Божия, который отринул нас, и не выходишь в Божию с войсками нашими? Подай нам помощь в честноте, ибо защита человеческая суетна. С Богом мы окажем силу, Он не изложит врагов наших. Божий хвалы мои, не примолчи, ибо отверзлись на меня уста нечтивые и уста коварные, говорят со мной языком лживые. Отсюда окружают меня словами ненависти, вооружаются против меня беспричины. За любовь мою они враждуют на меня, а я молюсь. Воздают меня за добро злом, за любовь мою ненавистью. Поставь над ними нищтивого, и дьявол достанет одесну его. Когда будет судиться, да выйдет в именовном, и молитва его да будет в грех. Да будут дни украдки, и достоинство его да возьмет другой. Дети его да будут сиротами, и жена его вдовою. Раскитаются дети его, и нищенство, и просят хлеба из развалин своих. Да захватят, взаимодают все, что есть у него, и чужие да раскидят труд его. Да не будет сострадающего ему, да не будет милощ усилит его. Да будет потомство его на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде. Да будет воспомянута перед Господом беззаконие отцов его, и грех матери его да не изгладится. Да будут они всегда в очах Господа, и да истребит он память их на земле. За то, что он не думал оказывать милость, но преследовал человека бедного и нищего, и сокрушенного сердцем, чтобы умертвить его. Возлюбил проклятие, оно и придет на него. Не восхотел благословение, оно и удалится от него. Да обречется проклятием, как ризуе, и да войдет оно, как вода, во внутренность его, и как илей в кости его. Да будет оно ему, как одежда, в которую он одевается, и как пояс, которым всегда опоясывается. Таково воздаяние от Господа врагам моим и говорящим злое на душу мою. Со мной же, Господи, Господи, твори ради имени Твоего, ибо благо милость Твоя, спаси меня. Ибо я беден и нищ, и сердце мое уязвлено во мне. Я исчезаю, как уклоняющаяся тень, бунят меня, как саранчу. Колени мои изнемогли от поста, и тело мое лишилось тука. Я стал для них посмешищем. Увидев меня, кивают головами. Помоги мне, Господи Божьему, спаси меня по милости Твоей. Да познай, что это Твоя рука, и что Ты, Господи, соделал это. Они проклинают, а Ты благослови. Они восстают, но да будут постаржены. Раб же Твой да возрадуется. Да облекутся противники моей бесчестием, и как одежда покроются с трудом своим. И я громко буду устами моими славить Господа, и среди множества прославлять Его. Ибо Он стоит одесную бедного, чтобы спасти Его от судящих души Его. Слава Цыну и Святому Духу и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе, Боже! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе, Боже! Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь! Многомилостивый и всемилостивый Боже мой, Господь Иисус Христос, по великой любви Ты сошел и воплотился, чтобы спасти всех. И снова, Спаситель, молю Тебе, спаси меня по благодати. Ведь если бы Ты за дела спас меня, это не было бы благодатью и даром, но скорее долгом. Истинно так, богатый состраданием и неизречен в милости, ибо Ты сказал, о Христос мой. Верующий в меня будет жить и не увидит смерть в его веки. Если же вера в Тебя спасает потерявших надежду, то вот я верую. Спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель. Да внеется же мне вера вместо дел, Божий мой, ибо не найдешь никакие дела прадающих меня. Но вместо всех дел, да будет довольна вера моей. Пусть она отвечает. Пусть она оправдает меня. Пусть она соделает меня участником славы Твоей вечной. Да не похитит же меня сатана, и да не похвалится тем, что торт мне Твоей, Слово Божие, руки и защиты. Но хочу ли или не хочу? Спаси меня, Христос Спаситель мой. Скорее приди ко мне на помощь. Поспеши, я погибаю. Ты, Бог мой, очарив Матери моей. Подоби меня, Господи. Ныне возлюбить Тебя, как я возлюбил некогда тот самый грех. И вновь послужить Тебе без ленности, как я прежде работал на сатану-брестителя. Буду же прежде всего служить Тебе, Господа и Бога моему, и Иисусу Христу, во все дни жизни моей, ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Аминь. Цветлый Ангел, поставлен он внести в мою бедную душу и несчастную жизнь. Не оставь меня грешного, и не отступить мне за него сдержанность мою. Не дай возможности сгома демону, починить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную и опустившуюся мою руку, и выведи меня на путь спасения. О, Святой Ангел Божий, хранитель и покровитель бедному души и телу, прости мне все, чем я скорбил Тебя во все дни моей жизни. Если я чем-то грешил прошедшую ночь, защити меня в настоящий день. И сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не принять Бога никаким грехом. И молись за меня, как Господу, чтобы Он утвердил у меня страхи своем, и садил у меня рабом, достойно своей милости. Аминь. Аминь. Просветая ладыщица, моя Богородица, святыми Твоими и всесильными мольбами, отгони от меня ничтожного, несчастного раба Твоего, уныния, забвения, неразумия, нерадения, если скверные, лукавые и хуйные помышления от несчастного моего сердца и от помрастенного ума моего. И погаси пламя страстей моих, ибо нищ и слаб. И сбавь меня от многих любительных воспоминаний и намерений и освободи от всех злого воздействия, ибо Ты благословен от всех родов, и Твое пречестное имя славится во веки веков. Аминь. Аминь. Молитие пропаганды, святые угодники Божии, Игнатий Владимир, надежда, любовь, ибо мы усердно к Вам прибегаем, скорым помощникам и молитвенникам о душах наших. Богородица Дева, радуйся, обрадуна Мария Господь с Тобою. Благословен Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яка родилась и Христа спасла, избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила, щезнага животворящего Креста Господне, не оставь нас грешных, уповающих на Тя. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Победа на сопротивные дары Твоя, сохраняя Крестом Твоим жительством. Спаси, Господи, помил от самого духовного родителей, родника, благодетелей, митрополитов Марка, Николая, епископа Пагапангела, Тихона, Антония, священарея Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Владимира, Максима, Андрея, и Глебу не дай погибнуть, диаконах Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, митрополита Сергия, патриарха Кирилла, Ленидикт, так, Франциско, Корнея, Александра, Деодора, митрополита Тихона, Иларионе, и бессвященнический, иноческий чин, и высшилистные служители, миссионеры, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и нам, дающие священника, рожденного свыше благовестника, и место для занятий, как угодно тебе. Смири власти воинства их, наведи страх твой на них, и через них сотвори благое церкви твоей. Умудри их издавать и исполнять добрые законы, дабы дали достойно жить людям, что было еще уделять нуждающимся. И преобразуя сердца в духовные, косничьих Владимира, Михаила, Жозефа, Рамзана, Владимира, Александра, Жардогена и Амана, и дару мира Израилю, России, Украине, Сирии, Белоруссии, Карабаху, Казахстану, в Канаде, где смуты и мятежи этого смытья на Алексея, укроти, Господи, все их сообщество развей, и покажи ту бездну, куда они увлекают людей. Слава тебе, Господи, за тихую, мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить все наши таланты, дарованные тобой, Господи. Да будет благословен этот день, которого никогда не было во Вселенной, и мы совершенно не знаем, что нас ожидает в нем. Да будет он благословен. И встречи наши благослови. И начальствующих над нами расположили к нам, по милости Твоей великой. Слава Тебе, Христе Божий наш. Слава Тебе, Господи. Сохрани наши жилища и селения от пожара, воровни и чистой силы. И благослови живущих там Андрея, Игоря, Игоря, Владимира, Дай Веду, благослови Людмилу, Владимира, Любовь, Алексея, Иосифа. И прищи добрые жители с детьми, любящими, знающими уставы Твои святые, и сохрани школу. Почи и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никитую, Щедои, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алифтину. Побуди всех распространять живое слово Евангелие. Благослови Сергея, Сергея, Александра, Александра. И от тяжкого недуга пьянство избави Павла, Михаила, Андрея, Владимира. И найди потерянного Александра. И укажи где он. Господи, останови блуждающих Алексея и Сергея, дабы не обманывали себя и людей. Слава Тебе, Христе Божий наш. Слава Тебе. Возри на угрозы врагов, на все пакости творимые им, и потоки лжи изливаемые. Жалься, Владимира, Господи. В судный день не помяни их безумия, ибо не знают, что худо творят. И благослови благодетели наших воздаем добром, Елену, Елену, Людмилу. Обрати Евгения, Наталью, Надежду, Юрию, Эдуардой. Помоги нам издать трехкомник Нового Завета. Не быть обманутыми, где будут издавать. Слава Тебе, Христе Божий наш. И надей все наше родство. Эвдокии, Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. Путешествующих Раиса, Льва, Виктора, Александра. Господи, благослови страдающих, болеющих. Дай силу безропотно перенести страдания. И пошли мы сцелением. Кирилла, Алексея, Сергея, Антония, Са Геннадия. Благослови Надежду, Людмилу, Ольгу. Александру, Нянилу, Маргариту, Людмилу, Татьяну, Ирину. Благодарю Тебя, Господи, за друзей и за врагов. За здоровье и за болезни. По Твоему благоволению, Боже, все это может оказаться полезным и спасительным для нашей бессмертной души. Боза милостива и вечности и здесь всем, кто строил эти жилища, где мы находимся, и храмы, где находим утешение прибытия с Тобой. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог и Его, Авго, Отче. Свят, свят, свят Господь Савовок. Вся в земле полна слава Его. Аллилуйя. Слава Высшей Богу на земле, мир в человеках благоволения. Благодарю Тебя, Господи Божий мой, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобой и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи Божий мой, за тот день, в который дал мне святую Библию и указал на толкование святых отцов и каноны церкви, как на истину. Аллилуйя. И в вечности воздай милостью Твою всем, кто трудился над моей душой и возрастаниями в Тебе, Марию, Степана, Александра, Михаила и Анну. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами Твоими, святыми, покрой моим формам любви от зависти несчастивых. И мирских людей расположи к нам, Господи, чтобы поистине Твоей все было. Слава Тебе! Хвала Тебя, наш Спаситель! Ибо нет иного Бога, столь любящего создания Своего. Благослови всех, кто помогал нам совершить миссионерские путешествия. И пощаянное нами, по милости Твоей, дадас обильные, добрые плоды. Воздай милостью Виктору, Николаю, Павлу, Зинаиду, Владимиру, Дмитрию, Надежду, Людмилу, Сергею, Науму, Валентину, Самире и Тимуру. Дай истину Христову веру и Русику дела его устроить по воле Твоей Святой. Ангел Христов, Хранитель мой Святой, моли Бога о мне грешен. Благодарю Тебя, мой добрый ангел. Сколько лет Ты хранила, защищал меня от видимых и невидимых опасностей и повреждений. Не покинев смертный час, когда душа будет разрушаться от тела и провели душу ему по мытарствам страшным и непонятным и ведея навеки в вечное Царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Иоанн Креститель, притеча Христом, моли Бога о нас. Господи! Научи нас жить и в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать, никому не завидовать, быть во всем экономным и помогать нуждающимся. И каждому дару доброе жилье и Сергею дожилу. Слава Тебе, Христе Божий наш! Иди к христоу Никола, мерликийский чудотворец, образ скротости и воздержания, моли Бога о нас. Да примет Господь Твоя молитва о нас и живности нашей, скрашивающей нашу жизнь в этой доле печали в земле. Молите Бога о нас, святые пророки Божии, Илья, Иерисей, Инух, Моисея и Самуила, Аарон, Ио, Авель, Но и Иосиф в патриархе. Езранееме, Амос, Наум, Исаия и Еремея, Баруха и Бекеи, Осия и Аиль, Агей, Сафония, Захария, Малахи, Давид Нафан, Данил Отрок и пророк Михея, Аврам Исаак и Атов. Да исполнит Господь Духом пророческим церковь свою, дабы день прихода то наше отшествие не засталось не готовыми. Но чтобы мы вышли навстречу Тебе, Господи, с горящими святильниками истинной веры и сосудами полной миле добрых дел, соделанных Духи Святым и с любовью. Аллилуйя! Господи, упокой в обителях небесных усопших отец и братья наших, родителей, сродников, благодетелей, всех православных христиан. И сотворим вечную память, вечный покой. Ибо нет человека, который, живя на земле, не согресил бы. Простим всякое согрешение вольное и невольное. Душам нашим полезные сотвори. Молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, херувимы, херувимы, всенебесные силы, престолы Божьи предстоящие, святые апостолы, и Петр, и Павел, и евангелисты, и Матфея, и Марк, и Лука, и Иоанн. Годарит Господь нам жажду исследовать священное Писание. Ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Господи, найди отступников, потерявших веру, коснись их сердец, возврати их на путь спасения. Николая, Александра, Юлия, Евгения, Марк, Берия. Откроем истину Твою, Господи, ибо нет спасения нигде, кроме как примирившись с Тобою, быть в Царстве небесным. Молите Бога на святые мужчины, к Игнатий Базоносец, поликарм Смельский, усердь философ, Космай и Демиан, Андрей Стратилат, и Рон Мучери, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфимий Камедийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, сорок святых мужчинников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Лениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Молите Бога о нас, да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертания зверя, антихриста, начало или правую руку. Господи, устраши правителей мира и священства, обманывающие людей, что от предсказанных казней, грядущих на Вселенную, будто бы можно избавиться какими-то сообществами, союзами, изобретениями, медициной. Все это дьявольская ложь. Твои причистые уста произнесли, что будут глады, моры, землетрясения, войны, и восстанет брат на брата, народ на народ и царство на царство. И ты сказал, что всему надлежит быть, и это по любви Твоей, чтобы люди в страданиях нашли Тебя, примирились с Тобой, живя на земле, ибо за гробом нет покаяния. Молите Бога о нас, святые отцы, и Василий Великий, Григорий Богослов, Ян Златоун, Сапанаший Великий, и Примширин, Антоний Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ио, Сергий Радоневский, Степан Пермский, Серапин Саровский, Ян Тоборский, Ян Кронштадтский, Ян Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай Макарий, Алтайский Пиларет, Иероним Стридонский Молите Бога о нас, да укрепит и сохранит нас Господь в святой православной вере, а замысле Иеретикова-Стектанта прозрушит раздверь. Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фекла Первомустица, Патина Самаринина, Феврония, Вера, Надежда, Любой, Матер, София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перекретуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескила Акила, Андроник Июня, Киприяна и Устина. Да дарит Господь женам и девам послушание, молчание, целомудрие и стыдливость и сохранение хозяческого поругания и насилия, исправь непокоримость Галины, семейства Евгении, Надежда, Людмилы, Виктории и Иоанны. Господи, сохрани наших братьев, как похищенных из дома, отправленных на фронт, Никиту, Александра, Максима и готовых там быть Иоанна и Георгия. Не дай им погибнуть, чтобы они не стали убийцами. Возврати их в мире и здравии. Господи, посчити томящихся вузах, тюрьмах, психиатрических темницах и в лагерях детей Твоих. Даруй им свободу и облегчение, Сергея, Илью, и неведомых нам страдальцев, пытаемых и убиваемых. Защити и прими их в обители вечные. Аллилуйя. Господи, даруй Никите, Виталию, Николаю желание трудиться в поте лица и добрую работу. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Господи, прими нашу молитву в изъянии рук, как жертву вечернию благоухания, приятной перед престолом благодати Твоей, Боже. Соедини наши молитвы с молитвой всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Ты, Бог, сотворивший этот мир и сохраняющий его, как зиждитель. Ты, Господь, знающий все прежде бытия. Услыши, исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам, любящий наш Отец Небесный, ради голловских страданий и пролитой крови Сына Твоего единородного Иисуса Христа за нас грешных. Прими, исполни наши молитвы о всех заповедавших, нам молиться о них, спаси их и помилуй. Благослови Константина, где он находится, и начальствующих его расположить. Чтобы не было гонений, Анна просит помолиться о них. Мы молимся о незаповедавших, отверзим двери покаяния и нас помилуй Господи и благослови тех, кто устраивает свои жилища еще, Михаила и Елену, Романа и Екатерину. Слава Тебе, хвала Тебе, счастье и поклонение, слава и благодарение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушают и дослышат рабы Твои голос Твой, Слава Тебе, Ну, если кто-то новый, не знаю, мы объявляем наши порядки такие, что после утреннего правила моления насчитается Слово Божие, Новый Завет, с толкованием блаженного феофилакта. И на это поприще уже давно вышли наши сестры, Капелина, Валентина Сергеевна, Симоненко, Ольга Николаевна, попеременно. Так что, дорогие сестры, ваше время. Благослови, Господи, на чтение священного писания с толкованием блаженного феофилакта. Даруй, разумеет, написано исполнить волю Твою во славу имени Твоего Святаго. Послание апостола Павла к филиппийцам, 2 глава, с 14 стиха. Все делайте без ропота и сомнения. Толкование. Дьявол, когда не в состоянии бывает совершенно отклонить кого-либо от добра, приводит его или в отчаяние, или к тщеславию. Если же и этого не может сделать, то внушает ему ропот или сомнение и неверие. Так как филиппийцы подвергались искушениям и постоянным опасностям, то вследствие этого многие из них впадали в ропот и богохульство. Апостол поэтому и говорит «Все делайте без ропота, потому что кто ропщет, тот становится неблагодарным и злоречивым». Под сомнением апостол разумеет колебания мыслей. Например, если бы, когда предлежит исполнить заповедь, стали говорить «Да будет ли мне награда? Да хорошо ли это? Ибо такого рода сомнительных помышлений допускать не должно, но делать с уверенностью требуется ли труд или напряжение, не следует допускать колебания». 15 стих. Чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божиими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире. Толкование, то есть безукоризненными и незапятнанными, потому что ропот подлежит наказанию, это потому, что говорит с филиппийцами, как со свободными. Послушай далее. Итак, роптать свойственно рабам и неблагодарным, потому что какой сын трудясь для своего отца и себя самого ропщик. Я знаю, что многие ведут борьбу против вас, вынуждая вас таким образом к ропоту, но в том-то и есть наивысшая похвала, если кто и возбуждаемый другими ничего такого не делает. 16 стих. «Содержа слово жизни к похвале моей в день Христов, что я не тщетно подвязался и не тщетно трудился». Толкование. Как звезды светят во тьме, так и вы, будучи правыми среди неправых, старайтесь больше светить, потому что выражение, в котором вы сияете, должно иметь значение повелительное. Должно иметь значение повелительное. «Содержа слово жизни», то есть имея в самих себе семя жизни и впредь намереваясь так жить, и теперь уже имея в себе залог спасения. Или «Как светило светят и оживляют тела, грея их, так и вы старайтесь быть животворной силой для прочих людей. Пусть, говорит, ваша добродетель будет такова, чтобы не только вас приводила к жизни, но и меня явила более славным в пришествии Христова. Моя слава заключается в том, что я вас воспитал такими, и что труд мой у вас не был напрасным». Семнадцатый стих. «Но если я и соделываюсь жертвою за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам». Толкование. «Хотя, говорит, я и умираю, ибо смерть он называет принесением жертву, я соделываюсь жертвой за жертву и служение веры вашей, то есть соделав прежде вас жертвой Богу, посвятив вас на служение Богу и соделав прежде верующими. Но ввиду смерти я нисколько не печалюсь, но радуюсь и сорадуюсь всем вам. Радуюсь потому, что делаю жертвой, сорадуюсь же тому, что приношу вашу веру как жертву». Восемнадцатый стих. «О сём самом вы радуетесь и сорадуетесь мне». Толкование. «Радуйтесь тому, что вы сами принесены в жертву, ибо принося себя в жертву я радуюсь этому». Девятнадцатый стих. «Надеюсь, что в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом». Толкование. «Как всё, так и посольство Тимофея он приписывает Христу. Я уверен, говорит, что он облегчит то, чтобы вам с одной стороны утешиться духом, когда узнаете через сие письмо о моих делах именно о том, что благовествование шло успешно и что дела врагов разрушены. С другой стороны, чтобы и мне утешиться, когда узнаю о ваших делах, о которых меня должен уведомить Тимофей». Двадцатый стих. «Ибо я не имею никакого равноусердного, кто бы столь искренне заботился о вас». Толкование. «Я мог, говорит, и другого послать, но нет никого равного мне по усердию, кроме этого, то есть заботившегося о ваших делах подобно мне, который бы искренне, то есть отечески, стал пищись о вас». Обрати внимание, как он заботится, когда ему самому не было удобного времени прийти к ним. Он посылает других, чтобы руководимые ни в какое время не предавались беспечности. Двадцать первый стих. «Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу». Толкование. «То есть ищут своего собственного спокойствия и безопасности, так как никто свободно не пожелал бы взять на себя такого путешествия». Говорит же это «И восхваляя Тимофея и вместе с тем научая слушателей не искать покоя, потому что кто ищет его, тот не ищет Христова». «Увы, насколько же мы далеки от Христа». Двадцать второй стих. «А его верность вам известна, потому что он, как сын Отцу, служил мне в благовествовании». Толкование. «Вы сами, говорит, свидетели того, что он служил мне, как сын Отцу, и не только в телесных нуждах, но гораздо важнее в благовестии». «Итак, как сын мой он достоин чести, а как служитель Божий тем более». Через это он рекомендует им Тимофея, не столько ему оказывая честь, сколько делая добро для них, ибо если они будут внимать ему как достойнейшему, то от его слова, конечно, получат пользу и удостоятся высшей награды». Двадцать третий стих. «Итак, я надеюсь послать его тотчас же, как скоро узнаю, что будет со мною». Толкование. «Когда увижу, какой исход будут иметь мои дела, я тотчас же, то есть немедленно, пошлю его». Двадцать четвертый стих. «Я уверен в Господе, что и сам скоро приду к вам». Толкование. «Я не могу, я потому посылаю Тимофея, что совершенно отказываюсь от прихода к вам». «Но с тем, чтобы, как уже сказал, в этот промежуток времени порадоваться, узнав о ваших делах. Обрати внимание, как он приход свой к ним поставляет в зависимости от Бога, говоря, «Я уверен в Господе». То есть, если благоволит Бог». Двадцать пятый стих. «Впрочем, я почел нужным послать к вам Епофродита, брата и сотрудника из подвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей». Толкование. «С похвалой посылает и этого, подобно Тимофею, и по той же самой причине, о которой мы сказали выше. С подвижник, больше с поспешника, потому что в делах безопасных может кто-нибудь содействовать. С подвижник же содействует в опасностях, а вашего посланника, то есть посланного вами ко мне, я возвращаю вам, ибо они через него посылали необходимое Павлу, или же вашего апостола, значит, вашего учителя». Двадцать шестой и двадцать седьмой стихи. «Потому что он сильно желал видеть всех вас и тяжко скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни, ибо он был болен при смерти, но Бог помиловал его, и не его только, но и меня, чтобы не прибавилась мне печаль к печали». Толкование. «Зная, говорит, что вы любите его и о печали на его болезни, он желает поэтому видеть вас, чтобы освободить вас от печали, которая постигла вас из-за его болезни. Здесь же он представляет и нечто другое, оправдывается пред ними, что он поздно посылает его к ним, говоря, приблизительно так, «Это произошло не по небрежности моей, но Тимофея я удерживаю при себе как единодушного со мной». Ипофродит тоже. Ипофродит же заболел и потому не мог прийти ранее, так как болезнь была продолжительна, и он был даже близок к смерти. «Что ты говоришь, манихей, если мир, а в нем и жизнь, по-твоему, есть зло, то как теперь апостол называет оставление Ипофродита в жизни милостью Божией? Еретики на это не могут ответить. Но христиане могут спросить, если добро разрешится быть и быть со Христом, то почему апостол называет земную жизнь Ипофродита милостью Божией? Или потому что Ипофродит, который был учителем, продолжая жизнь, должен был весьма многих обратить к Богу, что, как сказано выше, более нужно, чем разрешиться? Или же Павел говорит многое, применяясь к общему обычаю слушателей? И не везде философствует. Он говорил людям, которые были привержены к жизни и которые боялись смерти. Кроме того, настоящая жизнь сама по себе есть добро. Иначе почему бы апостол стал полагать в числе наказаний безвременную смерть? Оттого многие из вас немощные, больные и немало умирает. Первое жизнь злого человека вовсе не лучшая жизнь, потому что не добра, а доброго лучшее. Видишь ли, как он здесь ставит высоко и Пафродита, когда восстановление его здоровья считает особенным благодеянием Божьим и особой милостью? Вопросительный знак. То есть, чтобы вместе с печалью, которая произошла у меня вследствие его болезни, я не имел другой печали, которая могла бы произойти от его смерти. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Аминь! Спаси Христос!